Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ночи тоже наконец стали теплыми, но ведь уже на этой неделе дни снова пойдут на уболь, представляете? А в загородных лагерях и детских площадках уже заканчивается первая смена. У выпускников к концу идут экзамены с пугающим названием ЕГЭ и ОГЭ. Наступила сенокосная пора. Жары нет, осадки обильные, трава идет в рост с небывалой быстротой. Кажется, еще вчера зелень едва пробивалась сквозь промерзшую за зиму землю, а сегодня в траве в этой можно спрятаться. Сенокосная луга, богатые разнотравьем, подоспели и ждут косцов. Трудовые бригады школьников, пожелавшие работать для блага города и заработать для себя, продолжают трудиться. Мы отряд «Перспектива» устроились, работа сейчас не стала на два месяца. А на городской площади по вечерам танцы под духовой оркестр. Пары кружатся в растекающем воздухе аромате еще цветущих сиреней. Вы только посмотрите на эту волю к жизни. От дерева остался всего лишь жалкий пенек на газоне у дороги. Но оно, несмотря на свою инвалидность, хочет жить. И ведь выжила и живет. С такой волей этот пенек просто обречен, снова стать деревом. Вы со мной так, а я вот как, как будто шепчет оживший после обрезки клен. А молодая листва уже выглядит вполне жизнеспособной и продолжает набирать силы. У не теряющих надежду жизнь продолжается, как бы не испытывала их судьба. Событие, которое произошло в четверг, 15 июня, мы, вероятно, вправе назвать историческим для нашего городского округа. Именно в этот день произошло то, чего все так долго ждали. Наступила, наконец, развязка в деле выборов главы. Для депутатов и самого кандидата в главы это были непростые дни. Для кандидата волнение понятно, выберут не выберут, да к тому же ответственность. Руководить городом – это вам не семечки щелкать. Голова в напряжении не только весь световой день, но и ночь. Нужен сильный аппарат, команда единомышленников, ответственных, энергичных, симпатичных людей, умеющих выслушать, убедить, решить. Таких может быть и немного, но таковые есть те, которые готовы служить людям, забывая о собственных интересах и собственном кармане, конечно. По крайней мере, хочется в это верить. Но вернемся к депутатам. Их волнение тоже объяснимо. Это были первые непрямые выборы главы, то есть без участия народа. Такое решение приняла в свое время городская дума. И потому депутаты тоже чувствовали за собой ответственность. Глава в сравнении с многими другими территориями был избран с первого захода, то есть с первого голосования. Не заволокители, как, например, у соседей в Богдановиче, где раньше нас приступили к выборному процессу и по сей день не определились. Конкурсная комиссия не допустила к выборам в Богдановиче в Думу ни одного из девяти кандидатов, среди которых были аж три отработавшие не по одному сроку главы. И среди них Андрей Анатольевич Быков и последний мэр Москвин. Сейчас вы посмотрите кадры видеоряда заседания Думы во время выборного процесса. Перед этим скажу, что вся необходимая процедура, по оценке управляющего Южным округом Михаила Астахова, была выдержана. Первым выступил Роман Юрьевич Валов, который сказал буквально то, что самое главное для него в его будущей работе – это услышать каждого и таким образом консолидировать силы для лучшего устройства жизни. Второй кандидат Елена Москвина практически поддержала кандидатуру Романа Валова, сославшись на то, что на посту главы нужен молодой и энергичный человек. Со словами поддержки выступили депутаты Владимир Фоминых и Ирина Аладина, которая рассказала о впечатлениях о городе гостей с острова Сардинии. Далее смотрите наш видеосюжет без комментариев. Первое. Обеспечить доступность и повышение качества предоставления услуг в сферах образования, культуры и здравоохранения. Вторая задача. Повысить доступность и качество услуг в сферах жилищно-коммунального обслуживания, транспортно-логистической системы, благоустройства городского культуры. Третье. Сохранять и восстанавливать экологические системы, формировать экологическую культуру населения. Четвертое. Совершенствовать систему социальной поддержки населения городского культуры, в том числе института семьи, детства, социализацию и самореализацию молодежи. Пятое. Повышать благосостояние населения. Шестое. Создать правовые информационные и организационные условия для функционирования и развития институтов гражданского общества. Расширять формы и методы участия граждан в управлении, общественном контроле и деятельности органов власти. Седьмое. Формировать у населения городского округа школу приверженность к здоровому образу жизни. Восьмое. Формировать молодежность для патриотизма и уважения к историческим, культурным ценностям, гармонизации межнациональных отношений. Девятое. Развивать потребительский рынок. Четвертое. Десятое. Обеспечить безопасность жизнедеятельности населения городского округа. И одиннадцатая задача. Сохранить и совершенствовать социально-прудовые отношения, улучшать условия и охрану труда. Так вот. Мне был задан вопрос, когда мы защищали свои программы, о том, а какая приоритетная все-таки задача. Хотел бы ответить сейчас всеми депутатами и приглашенными. Приоритетная задача услышать каждого жителя и донести каждому жителю и разъяснить каждому жителю то или иное решение, которое принимаем мы как органы власти. Только таким путем мы можем консультировать, обеспечить конструктивный диалог со всеми партиями. В последние дни, которые вы, наверное, все знаете, показали, что, наверное, Роман Юрьевич это профессионал. Он может организовать, он может сплотить, он знает, как надо действовать в трудной ситуации. Это человек, который, не щадя себя, наверное, встал и организовал наш администрацию. Даже было отличено его действия в эти дни. И поэтому я хочу сказать, что сегодня вы должны, наверное, задуматься и решить для себя, кто эти годы будет проводить нашим городским опытом. Все-таки молодой, сильный, опытный человек. Опыт приобрел уже здесь, работая в первом рамах. Я считаю, что сегодня мне представлять уже свою программу уже не нужно. Я просто хочу попросить вас, чтобы вы правильно сделали выбор сегодня. Этот выбор был единственный, и чтобы мы больше уже, вам не пришлось голосовать. Я называю конкретно фамилию, за кого мы должны, прошу вас проголосовать, это за товарища Волова, который знает, что это такое, как относиться и к социальной сфере, и к образованию. Вы не забывайте, под 80% бюджета идет на образование, и это тоже хлопотное дело. Имеется в виду и мелкие, и крупные, в ходе выживания. Поэтому ему легче будет руководить вот эти вот социальные вопросы. Главное, коммунальное хозяйство, городское хозяйство и строительство. В этих вопросах, значит, наш будущий мэр уже встречался с Куйвышевым, решали эти вопросы. Куйвышев сказал бы, хотел бы видеть нашего мэра вот именно в этом лице, который разбирается в этих вопросах и решает. У вас город, они есть с чем сравнивать. Они живут на великолепном острове Сардинии. А какая школа красивая! Я их тоже забила. У них убожество стены. Единственное, за что мне стыдно, и в этом плане, это действительно есть в программе, это, когда мы поднялись, я живу в панельном доме Белинского, 50-го, 1-го, на третьем этаже. И, конечно, в подъезде облезло, но их это тоже не смутило. У них тоже не везде капремонт делается. У них дома только сами жители, сами ремонтируют. Поэтому и на кладбище городское свозило их. И тоже какое... Мы говорили спорно, что у нас кладбище. А для них какое красивое в лесу. И никто не готовил там. И в больницу показали. А какая площадь красивая. И фонтан работал, когда они приехали. Все был красивый город. И по сравнению с Камышловым и дорогами в Тюмень на источнике, ведь дороги великолепные. Нам говорили, что у вас не асфальт, а яма, яма. И немножко асфальта. А в сухом-то лагу. Действительно, сейчас дорога при въезде в город красивейшая. Поэтому по поводу того, что в двадцатку лучше. В двадцатка это очень серьезно. Конечно, даже в двадцатку попасть, мы на комиссии говорили, это очень амбициозная цель. Но кто не ставит высокие цели. И реальная программа была изложена. Вы же слушали мероприятие, докладывал публично, Роман Ильич. Поэтому итальянское мнение насчет какой красивый у нас город и благоустроенный. Вам сказал. Голоса распределились следующим образом. Валов Роман Юрьевич, шестнадцать. Голосов. Москвина Елена Юрьевна, один. Решили по итогам тайного голосования решение об избрании главы городского украины. Спасибо, уважаемые депутаты. Действительно, за доверие, оказываем высокое доверие. Я понимаю всю ответственность, которая сейчас ложится на плечи. Меня в случае исполнения полномочий главы, я это прекрасно осознаю и понимаю. Основной мыслью еще скажу. Вместе, вместе. Все решения, которые и программа, которую я озвучил, кратко, она будет обсуждаться. Обсуждаться с населением, обсуждаться с депутатским корпусом. Я каждому из вас готов сейчас ее предоставить в письменном, правда, варианте. Вы можете и знакомиться с ней. Там есть конкретные мероприятия. И конкретно жду от вас предложения. Спасибо большое за доверие. Вместе мы сделаем наш город еще более красным, красивым. Мне очень приятно. Я в первый раз присутствую на вашем заседании. И хочу сказать, что мне вам очень понравилось. Результат таких голосований, принятых решений, довольно-таки редких, не всех муниципальных образований. Я считаю, что перед ним у вас основная задача. Сентябрь, 10 число, выборы вашей Думы для муниципального образования, задача номер один. Всегда. Есть Дума и есть глава. Результаты тех, кто зависит от совместного. Нынешняя городская Дума и вновь избранная глава, и все, кто так или иначе был причастен к событию, вписали историческую страницу в истории города столь необычным и непривычным для нас выборным процессом. После опубликования решения Думы, новый глава теперь уже без приставки в РИП, то есть вступает в свои полномочия Де Юро. Впереди некоторые кадровые решения главы и его инаугурация. Идет отбор кандидатур на должность первого заместителя. Глава, позвольте его уже так называть сегодня, принял решение, что это должен быть человек с юридическим образованием непременно, ибо сегодня следование закону прежде всего. Введение еще одного заместителя должны быть социальные и кадровые вопросы. На эту должность есть три кандидата. О решении мы вам, конечно, сообщим в ближайшее время. А вот должность управляющего делами администрации, которая существовала много лет в городской администрации, упраздняется. И так пошел отсчет нового сухоложского времени. Перевернута еще одна страница. На вопрос, когда вновь избранный глава займет кабинет Суханова, Роман Юрьевич ответил, когда сам Станислав Константинович снимет с кабинета свою табличку. 29 июня пройдет последнее заседание Думы этого созыва и до новых выборов. Пока она не будет выбрана и не сформирован ее новый состав, мы о ней забудем. А может, забудем не сразу после столь значимых событий. Но это кто как. Кто-то и вовсе не заметил ее существование Думы, то есть или не хотел знать и замечать. А политичных ведь немало. Мы старались знакомить вас с деятельностью городской Думы. Всех и каждого приглашали к микрофону. Я имею в виду депутатов. Если есть у них, что сказать. Но как-то никто не воспользовался нашим предложением. Думаю, воспользуются в период новых выборов кандидаты. На этом же заседании Думы утверждено решение о назначении новых выборов депутатов городской Думы, который назначен на 10 сентября. Может, в новом составе будет и не хватать вашего голоса. Рискните пойти на выборы в качестве кандидата, чтобы помочь и обеспечить городу устойчивое развитие. Помочь своему двору, дому, соседу, самому себе в конце концов. Помогите людям, если чувствуете в себе силы. Если есть запал, принимайте правильные решения. И будем вместе делать окружающую жизнь комфортнее и спокойнее для людей. В эфире передача 7+, и я продолжаю. Событием последних дней, прошедшей недели, стали гонки на внедорожниках, которые на этот раз выглядели весьма представительно и по праву могли бы называться российскими. Участниками гонок на внедорожниках, мотоциклах, квадриках и трофейных авто стали представители из нескольких регионов страны, в том числе из Тюмени, Перми, Омска, других городов. И, конечно же, смельчаки со Среднего Урала и из городов соседей. Наш мини-фильм о гонках смотрите в блоках новостей, а теперь уже в соцсети. А сегодня мы хотим представить вашему вниманию видеоклип с самыми острыми моментами участников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА